Добрый вечер, в эфире Весец Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Итоги дня в сегодняшнем выпуске Вестей. И вот о чем расскажем. Положительная динамика практически во всех сферах. Мэр Черкеска Алексей Баскаев выступил с докладом в городской думе и обозначил приоритетные задачи. Местная жительница подозревается в покушении на убийство сожителя. Следственный комитет России по республике возбудил уголовное дело. Студенты колледжа Полиглот и их руководители устроили маленький праздник для тех, кто спешно покинул малую родину и переехал в Карачаево, Черкесию. Стрижка овец – дело непростое. В Зеленчукском районе прошел конкурс стригалей. Кто стал лучше? Социально-экономическое развитие Черкеска, поддержка военнослужащих и их семей, комфортная городская среда и многие другие приоритетные задачи озвучил мэр республиканской столицы Алексей Баскаев. В мероприятии принял участие председатель правительства республики Мурат Аргунов, также представители правоохранительных органов, руководители федеральных подразделений общественных организаций и городских предприятий. Дарья Тендит расскажет подробнее. Начиная свое выступление, Алексей Баскаев подчеркнул, что для мэрии города на протяжении двух лет поддержка военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также их семей, является приоритетной задачей. Мэрия Черкеска, предприниматели, горожане принимали самое активное участие в отправке грузов нашим военнослужащим. Здесь на местах помощь всеми военнослужащих оказывается комплексно. С каждой семьей работа ведется индивидуально. В отчетный период город показал рост поступлений налогов и других сборов. По сравнению с предыдущим периодом объем собственных доходов городского бюджета увеличился почти на 6%. Это на 77 миллионов рублей выше поступлений 2022 года. В рамках муниципальной программы обеспечения жильем молодых семей в прошлом году выдано 15 сертификатов на приобретение жилья, в текущем 14. Всего по муниципальной программе сертификаты на приобретение жилья получили 62 семьи из Черкеска и 815 многодетных семей получили участки. В северной части города жилье получат еще 35 тысяч человек. В прошлом году 198 семей Черкеска, жители четырех многоквартирных домов, получили новые квартиры в северной части города. В текущем году переселим еще более 200 семей. В прошлом году в Черкесске в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроены 25 дворов. В этом планируется еще 22. Как и раньше, дизайн проекта разработаны с учетом мнений и пожеланий жильцов. Всего с начала действия программы в Черкесске приведены в порядок более 175 придомовых территорий. В парке культуры и отдыха «Зеленый остров» провели масштабную реконструкцию каскадной лестницы. Именно за этот проект проголосовало большинство жителей во всероссийском голосовании. Торжественно в День защиты детей открыли светомузыкальный фонтан в парке столетия Карачао-Черкесии. Одну из главных городских достопримечательностей. Провели благоустройство аллеи на улице Даватра, вблизи пограничного управления. В этом году приступили к реконструкции первого светомузыкального фонтана на площади перед мэрией. Благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в республиканской столице приведено в соответствие стандартам свыше 63 километров дорог, 13 километров из которых в прошлом году. В числе важных задач обеспечения безопасности дорожного движения. Работы по улучшению в этой сфере ведутся на постоянной основе. С улиц Черкеска полностью ушли устаревшие ламповые светофоры. Везде установлены современные программируемые объекты. В 2023 году впервые на участках муниципальных дорог установлены светофорные объекты, оборудованные вызывными устройствами для пешеходов, для безопасного перехода дороги. В прошлом году на дорогах появились свыше сотни новых знаков, обустроены десятки парковочных мест. Положительная динамика была отмечена практически во всех сферах. В ходе доклада обсудили и проблемные вопросы, такие как санитарное состояние города, а также рассказали о реализации масштабного проекта капитального ремонта проспекта Ленина и подготовку к 200-летию города в 2025 году. Большая часть целей и задач, о которых рассказал сегодня Алексей Олегович, напрямую связаны с планами развития всей республики. Вся эта работа делается на всей территории муниципальных образований, которые есть в нашей республике. Дарья Тендит, Артур Мхце, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. Печальная весть. Шоу жизни ветеран Великой Отечественной войны Федор Иванович Орлов. Ему было 98 лет. Соболезнования родным и близким ветерана выражает глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Федор Иванович был ярким примером героизма, отваги, патриотизма, силы духа. 16-летним юношей он встал на защиту Родины. В феврале 1942 года в составе 180-го стрелкового полка участвовал в боях за освобождение Керчи, где был тяжело ранен. Федор Иванович награжден орденом Великой Отечественной войны первой степени. В зданице Зеленчукской местная жительница подозревается в покушении на убийство сожителя. Зеленчукским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесской республике в отношении 36-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело. Фигурантка, будучи несогласной с высказываниями ее адрес претензиями, с целью совершения убийства обидчика нанесла ему удар кухонным ножом в оба шеи. Однако довести до конца свой преступный умысел женщине не удалось по причине своевременного доставления потерпевшего в медицинское учреждение и оказания ему квалифицированной помощи. По уголовному делу проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Сейчас прогноз погоды, а после мы расскажем о Международном колледже «Полиглот», побывавшем в гостях у белгородцев и кто самый лучший стригаль республики. В Карачаево-Черкесии днем временами дождь, ночью без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, днем будут порывы до 12-14. Температура ночью 8-10, в горах до плюс 8, днем до плюс 20 и местами 13-19. В Черкесии днем временами небольшой дождь, ночью без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, днем будут порывы до 14. Температура ночью 7-9, днем 13-15 градусов тепла. С первых дней пребывания беженцев из Белгородской области в нашей республике власти Карачаево-Черкесии оказывают посильную помощь. Стараются поддерживать сограждане и политические и общественно-образовательные организации. Вместе со студенческим коллективом Международного колледжа «Полиглот» в гостях у белгородцев в их временном месте жительства в Донбайе побывал корреспондент Артур Мхце. В один из отелей, где около месяца назад разместились вынужденные переселенцы из Белгородской области, заходит группа молодых людей. Студенты Международного колледжа «Полиглот» и их руководители решили устроить маленький праздник для тех, кому ранее пришлось спешно покинуть малую родину и переехать на неопределенный срок в Карачаево-Черкесию. Мы узнали о том, что находятся дети в Гранд-Викторе, в отеле в Донбайе, о том, что они потеряли кровь, о том, что мы знаем, какая ситуация сейчас в стране, и их заселили в Донбай. Мы об этом узнали и сразу же студенческим советом и с нашим директором Мажаной со мной начали подготавливать программу определенную, закупать вещи необходимые, чтобы приехать, помочь чем-то и также побыть с ребятами, провести с ними время. Разные вкусности, а также детские вещи пользовались у жителей отеля большим спросом. Это и понятно. Белгородцам пришлось оставить дома многое из того, что могло бы пригодиться сейчас. А потому люди рады любой помощи, любым знаком внимания со стороны властей и политических, общественных, образовательных организаций. Мы из города Белгорода. Находимся, наверное, к концу марта, ну, как привезли. Условия хорошие, кормят отлично. Ну, конечно, для крупного ребенка нужно много всего там, и кроватка, и одежда, но нас все это нам предоставили. Спасибо большое властям и администрации отеля. А еще жители Белгородской области интересовали возможность временно трудоустроиться в Карачао-Черкесии и специальности, которым обучают в колледже. Сейчас подходили ко мне родители и просят, чтобы я рассказала о нашем колледже, потому что у них есть дети, которые хотят поступить в колледж. Ну а затем, чтобы юные белгородцы и их родители запомнили эту встречу надолго и только с позитивной стороны, студенты колледжа организовали для них спортивно-музыкальную программу с различными конкурсами, сюрпризами и просмотром мультфильма. Артур Мкци Алибастана, Вести, Карачао-Черкесия, Дамбай. Возрождая былые традиции, в Зеленчукском районе состоялся конкурс в Трегале, организованный Министерством сельского хозяйства Карачао-Черкесии. Мероприятие было приурочено к объявленному президентом Владимиром Путиным году семьи. В конкурсе приняли участие фермеры с многолетним опытом работы в стрижке овец. О том, кто стал победителем, расскажет Алла Качеева. Все надо делать, качественно и быстро надо. И ничего не будет. Все считается. Денис Ламабисалов принимает участие в конкурсе по скоростной стрижке овец уже второй раз. Десятки его соперников – фермеры республики с многолетним опытом работы, для которых эта процедура уже вековая традиция. О здоровье животного и качественная шерсть. Стрижка овец – дело непростое. Тем более, профессионалов в этом деле не так и много. Инструмент должен быть качественным, прочным, удобным в работе. Стрижка одной овцы – это работа не для одного человека. Притом, нужно правильно организовать процесс. Понять анатомию овцы и научиться правильно ее укладывать и фиксировать. С одного барана можно получить от 4 до 9 килограммов шерсти. Кстати, в Карачаево-Черкесии ее перерабатывают. В фабрике – вулкам. Он должен уметь это правильно делать, потому что может навредить внутренностью животного. И животное может заболеть и погибнуть. Это раз. Во-вторых, он должен вести, уметь так, машинку, чтобы перестрига шерсти не было, чтобы машинка всегда шла вплотную к поверхности кожи, и тогда будет качественная стрижка, чтобы вся длина шерсти оставалась в руне. Жители Карачаева-Черкесии всегда славились своим мастерством стрижки овец, рассказывает Михаил Егоров, некогда проработавший в нашем регионе. Сегодня он частый гость республики. Карачаево-Черкесии – это зона исконная, традиционная развития овцеводства. Понимаете, и получается в Карачаево-Черкесии. Поэтому здесь хорошие стада, уникальная карачаевская порода. Ну а самое главное – люди, чебаны, специалисты, руководители, которые сегодня, вчера занимались овцеводством, сегодня и завтра будут заниматься. Это родина Сапара Барамкулова, который был чемпионом России, мира, Советского Союза. Конкурс проводится в целях популяризации профессии стриголя, передачи знаний и опыта от старших к молодежи, говорят организаторы. Сегодня в республике особое внимание уделяется перспективам развития овцеводства, в частности, мясошерстного направления. У нас в регионе основном развито мясное овцеводство. Мы в этом направлении вышли на лидирующие позиции России. На территории Карачаево-Черкесской республики уже в настоящей форме функционирует большое перерабатывающее предприятие «Кавказмясо», которое выпускает готовую продукцию по стандартам халяль и кошер. И, соответственно, с этим у нас уже проблем нет. Я имею в виду, со сбытом мяса у наших фермеров уже проблем нет. По итогам конкурса первое место занял Хамид Шедак, а второе у Ахмата Баташева и третье у Денислама Абисалова. В категории «Ручная стрижка» первое место занял Рамазан Качкаров. Лучших стригалей республики наградили ценными призами. Кроме того, на площадке состоялся иконный пробег. Мероприятие сопровождалось концертной программой с участием творческих коллективов республики. Алла Качиева, Зумрад Халкечева, Лебастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район. Заканчивается апрель. Впереди последний месяц весны и наступит лето. Время отдыха в горах. Для любителей пеших прогулок открыт туристический маршрут «Водопад Шумка». Жители и гости Карачаева, Черкесии могут познакомиться с уникальным комплексом Тибердинского национального парка, его флорой и фауной. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Любовь преодолеет все». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин